Привет, друзья! Мы начинаем наш новый выпуск реалити-шоу «Жир в топку». Здесь Сергей Жук под моим чутким руководством худеет на 100 кг. Что расскажешь, Сергей, как у тебя текущая ситуация? Ну, на самом деле, все плохо, Юра. Я начал жрать, перестал соблюдать диету, нет желания заниматься. Хочу бросить все эти реалити-шоу, сказать «до свидания» дорогим зрителям. Да ладно, я не куплюсь на это все. Черт, не купился. Ребята, не переживайте, все нормально. Я-то знаю этого Жука, Сергея Жука. И что он любит разыграть всех вокруг, но только не меня. Мы уже люди, которые хорошо знают друг друга. И сегодня у нас будут новые интересные упражнения для груди и для ног. Почему все время груди и ноги, это уже вам расскажет Сергей. Почему ты со мной тренируешь все время грудь и ноги, а друг другу и остальные? Ну, я достаточно далеко живу от тренажерного зала, и мне было удобно заниматься один раз в неделю. И я приобрел Юрий Абонемент, который включает в себя занятия по субботам. Вот. Мы выбрали с ним занятия с более травмоопасными группами мышц, а изолирующие и более безопасные упражнения я делаю самостоятельно, под его учительным руководством. Да, я подумал, что в такой ситуации, когда я буду лучше тренироваться, и думаю, можно, что два раза в неделю я распущусь серьезный план при него, из изолирующих упражнений, которые неудобно выполняться в степени. А сама будет делать базу. Приседания, жимы. Мы уже пожали тренажер на груди. И сейчас приходит к гаг-приседанию. Мы действительно думали начать с гаг-приседаний. Точнее, я так думал. Но Сергей начал возмущаться. Давай нормально пожмем 400 кг в частичной амплитуде с бинтами. Я подумал, действительно, почему бы не рассказать все нюансы и все тонкости этого упражнения. Что такое частичная амплитуда? Давайте начнем с такого понимания. То есть, если мы сделаем движение в максимальной амплитуде, будет ли это оптимально? Давай посмотрим. Поднимем ноги. Разведи органичители. И теперь попробуй максимально низко опустить ноги. Все, максимально низко. Итак, держи. Вот это частичная амплитуда. Получается, что колени максимально согнуты и получают максимальную нагрузку коленной суставы. То есть, с большим весом травма обеспечена. Позвоночник внизу. Ты почувствовал, что таз начал закручиваться и позвоночник начал отрываться от сидения. То есть, мы видим, что во многих упражнениях максимально возможная амплитуда. Это не есть оптимальная амплитуда с точки зрения безопасности и эффективности выполнения упражнений. То есть, чтобы показать, что ты круче, чем другой, и поэтому можешь опустить на сантиметр ниже, это даже с большим риском травмы. Навряд ли это логично. Правильно? Теперь посмотрим, что такое оптимальная амплитуда. Выжми наверх и сделай как можно более короткое движение. На один сантиметр. И вверх. Это тоже частичная амплитуда. Теперь сюда, до моей руки, до 90 градусов. Это тоже частичная амплитуда. Если сравнивать её с максимальной. Но так как это максимально возможная безопасная амплитуда, максимально глубокая безопасная амплитуда, я ей предлагаю считать её оптимальной. Тем более, что по медицинским рекомендациям, сгибание ноги до угла 90 градусов, замри на 90 градусов, и есть оптимальным с точки зрения эффективности выполнения упражнений и безопасности коленных суставов и позвоночника. Тебя мои слова хоть немного тронули, моя пламенная речь? Конечно. Отлично. Теперь посмотрим, что нам даёт более короткая амплитуда. Более короткая амплитуда, естественно, легче. То есть мы можем выжимать больший вес. Так вот, практика занятий бодибилдингом показывает, что больший вес даёт больший прирост мышечной массы, чем более полная амплитуда выполнения упражнения при меньшем риске. То есть если мы будем приседать со штангой с весом 50 килограмм максимально глубоко, мышцы вырастут меньше, мышцы ног, чем если мы будем приседать 100 килограмм, но до середины амплитуды, до оптимальной амплитуды. Конечно, если мы возьмём и будем на 1 сантиметр приседать, то нам придётся брать просто нереально огромный вес, чтобы компенсировать столь короткую амплитуду, её неполноценность. То есть там 200-300 килограмм нет смысла. Поэтому нужно, чтобы всё было оптимальным. И вес, и амплитуда движения. Поэтому мы сегодня попробуем с оптимальной амплитудой движения без риска травмироваться, с минимальным риском травмироваться. Риск есть всегда. Даже если вы просто идёте по улице, есть вероятность 1 на миллион, что упадёшь и убьёшься. Согласен? Но не будем о таком плохом. Сейчас мы начинаем разминку со 100 килограмм. Заканчиваем. Следующий подход у нас будет 160 килограмм, хотя мы планируем пожать 400. Давай 170. А я вам расскажу, почему первый подход был 40 килограмм или 50. 50, потом 100, следующий, ну хорошо, 360, я ошибся, добавляй пока что. А следующий будет 170. Дело в том, что для того, чтобы максимально эффективно потренироваться, вам необходимо размяться наиболее эффективным образом и правильно подобрать веса на разминках. Если вы неправильно подберёте веса в разминочных подходах или так называемых разминочно-подводящих подходах, то вы меньше пожмёте в рабочих подходах. Это доказывает, что методика правильного построения разминочных подходов действительно повышает эффективность тренировки и, соответственно, рост мышц. То есть, казалось бы, такая ерунда, да? Правильная разминка. На самом деле это не ерунда. Например, если человеку нужно выжать ногами 300 килограмм, если он сделает сразу 150 килограмм, он слишком сильно перегрузит себе коленные суставы. И у него могут заболеть колени, он не пожмёт 300 килограмм. Если же он возьмёт 50 килограмм, чтобы хорошенько размяться, и сделает слишком много повторений, он устанет, и 300 килограмм тоже пройдёт неэффективнее. Поэтому нужно очень тщательно рассчитать. Например, я бы сделал так, 50 на 15. Нет, если цель 300, нельзя же сразу повышать вес на 100 килограмм. Вот 50 на 15. Ну, допустим, 120 на 10. 120 на 10. 180. Раз на 8. Даже, может, на 6. 230-240 раз на 4-5, буквально 4-5 повторений, чтобы просто сухожилия почувствовали, что будет большой вес. И потом уже брать 300. Ну, это примерно. Могут быть некоторые повреждения. Примерно такая схема. Смысл последнего разминочного подхода в том, чтобы подготовить сухожилия к нагрузке, но не устать и не потерять повторения в рабочем подходе. Поехали. 100 сколько? 170. Отлично. Может, 400 сегодня всё-таки, а? Давай. И работаем, работаем. Всё. Ну что, 220 килограмм. Пока что... 230. Пока что следующий подводящий промежуточный сет, да? Поехали. Раз на 6, да? Давай. И... Нет смысла делать эти сеты по 10-15 раз. Иначе Сергей просто устанет. Ещё один момент. Надо медленно опускать и быстро выжимать. Медленно опускаем и быстро выжимаем. Конечно, быстро опускать и быстро выжимать легче. Ты считаешь повторение? А то мы так до 100 повторений дойдём. Всё. Завязываем. У меня вообще существует такое правило. Я всегда смотрю за техникой и за страховкой. А тот, кого я тренирую, считает повторением. Именно таких правил я всегда и придерживаюсь. На чём мы остановились? На том, что если быстро опускать и быстро выжимать, намного легче. Как бы работаешь в отбив. Но от чего ты отбиваешь? От чего ты отпружиниваешь? От собственных коленных суставов. От собственной поясницы. И таким образом я и заработал себе травмы коленей до тех пор, пока не начал тренироваться по своей методике с пониженным травматизмом. То есть медленное выполнение фазы растяжения мышц и сухожилия. Когда у вас растягиваются мышцы и сухожилия, самая большая вероятность получить растяжение или надрыв. Или там отрыв чего-то. Поэтому в этой фазе помедленнее, помедленнее. Плюс вес-то разгоняется. Если мы быстро опускаем вес, он же на тебя падает, он становится тяжелее. Инерция. Сила притяжения, её никто не отменял, силу гравитации. Поэтому медленно вниз и мы получаем тот же вес внизу, что и вверху. А не больше. Это очень важно. Очень многие опытные атлеты, спортсмены во всех видах спорта. Тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг и бодибилдинг тоже. Используют бинты при выполнении тяжёлых упражнений. Особенно для ног. Но также бинтовать можно и кистевые суставы, и локтевые суставы. Но чаще всего бинты используются для защиты коленей. Многие люди спорят и говорят, что не нужно забинтовать колени. Ну, конечно, забинтовать и ходить с забинтованными коленями синее и краснее не нужно. Это может быть вредно. Но по моему опыту и по опыту множества-множества опытных спортсменов, которые накоплены за целые десятилетия, бинтование помогает уменьшить нагрузку на коленные суставы и сухожилия. И по рекомендации моего личного врача, ортопеда, травматолога, Вадима Владиславовича, Манжелия, тоже бинты – это плюс. Это плюс. Когда нужно бинтовать колени? Когда у вас есть какой-то дискомфорт, вы начинаете чувствовать, что эти веса для вас уже представляют какой-то риск, колени начинают как-то чувствоваться, побаливать, уже можно бинтовать. Или когда дискомфорта нет, но веса уже такие, что он может возникнуть. Например, жим ногами 300 кг больше или приседания больше 100 кг, уже можно говорить о том, что пора профилактически наматываться. А если бинт соскочит во время подхода? Если правильно намотать, не соскочит. Но именно потому мы снимаем сегодняшнее видео, что я обнаружил, что большинство людей и даже большинство тренеров не могут сделать даже самую простую намотку. А самую простую намоточку я владею. И сегодня я вам ее покажу. Так, чтобы не соскакивали бинты. Так, чтобы, скажем так, оптимально проходила тренировка, и риск травмы у вас был минимальнейшим. И еще что хотел сказать. Еще хотел сказать, что садись и будем показывать. Дамы и господа, перед вами колено моего ассистента. И сейчас вы будете видеть, как мы его блистательно заматываем. Бинтовать колено нужно, начиная с рабочего максимального веса. Можно на предыдущем подходе. Можно на, если у вас много рабочих подходов, разминочных, то на уже на тяжелых разминочных. Итак, вот колено. Вы должны четко его прощупать. Где оно начинается? Часто люди ошибаются сантиметров на 10 и бинтуют вообще не то место. Например, голень, да? Бинтовать голень не надо. У нас плотно свернутый бинт. Смотрите, он плотно свернутый. И наматывать нужно свернутый бинт. А то некоторые люди их вот так разматывают и пытаются их заматывать. Затем, начинать нужно бинтовать снизу вверх. Не сверху вниз, а снизу вверх. Еще один момент. Мы начинаем снизу изнутри наружу. Видите? Не снаружи внутрь, а изнутри наружу. И затем каждый виток, при каждом витке мы растягиваем бинт. Растянули, обернули. Затем берем бинт на, грубо говоря, полтора сантиметра выше. Развернули, обернули. Это самая простая намотка. Вот. Я растягиваю, постоянно растягиваю бинт. Видишь? Низко начал слишком. Низковато начал. Самое главное место вот здесь, под колено. Это самое место, которое нам важнее всего замотать. И затем, очень важный момент. Нужно очень хорошо подсунуть бинт. Если хороший правильно замотан, никогда не выскочит. Мы берем и его обязательно выпускаем с другой стороны. Вот. Если бинт вышел вот так, то уже он не выскочит. А теперь мы попробуем самостоятельную намотку изучить. Я бы на твоем месте встал и выпрямил полностью ногу. Можно так, да? Давай, и попробуем. Попробуем научить. Дай бинт, пожалуйста. Плотно свернули. Выпрямили ногу. Всегда намотка, неважно, с напарником или самостоятельно. Делается на полностью выпрямленной ноге. И берешь бинт. Берешь. Запомнил, где колено. Вот под ним, да? Начал. Хорошо раз натянул. И самое трудное, первый виток, чтобы зажать, чтобы он не выскакивал, да? Попросите, чтобы кто-то помог. Раз. Опять. Не слишком высоко, вот так, да-да-да. Хватит, растягивай, растягивай. Дальше уже проще. Видишь, ты его слишком размотал, тебе уже сложнее заматывать. Сверни чуть-чуть. Вот. Натягивай. Каждый раз не забывай натягивать. Ногу прямее, выпрямь. Вот, натягивай. Натягивай. И подсовывай насквозь. И подсовывай насквозь. Тут уже не важно. Насквозь пропускаю. Тяжело, я понимаю, зато не выскочит. Вот такая самая простая намотка. А уже столько нюансов, да? А теперь разминочный сет. Кстати, бинты легли низковато. Надо чуть-чуть выше было сделать. И расстояние между мотками чуть больше. А так, в принципе, неплохо. Поехали. О, Сергей. Как прекрасен этот миг, когда ты сейчас ляжешь по 370 килограммов. И тебе будет хорошо. Ложись. Кого не хочешь позвать, чтобы мне помогали? Ложись. Ложись. Сергей. И что тут могу сказать? Тут все хорошо. Тут все хорошо. Серега, вот посмотри на себя. Вот ты лежишь, расслабился. Бинты давят, да, небось? А там такие девчонки красивые в зал зашли. Вот посмотри. Серьезно, посмотри. Ну давай, начинаем. Что смотришь по сторонам? Ниже. Еще один? Еще один. Давай, давай. Еще поглубже. Давай, ниже опускай. Ниже. Давай, давай. Все, хватит. Ты почувствовал моральное и физическое изнасилование? Да Тогда все идет по плану Но ты же, пожалуй, не 370, ты в курсе? А сколько? 380 Пока я тебе сказал про девчонок, я тебе десяточку докинул Надеюсь, тебя это обрадовал? Да Этот прием использовал Арнольд Шварценеггер Он говорил своему другу, чтобы он отвернулся И незаметно довешивал ему 10 кг на штангу в жиме лежа Тот сначала расстраивался, что так тяжело пошло А потом радовался, что, оказывается, у него новый рекорд Так что, видите, методики Арнольда, они присутствуют Элементы методики Арнольда присутствуют в методике Юрия Спаса-Кукотского Как это не смешно Друзья, ну что, у нас еще впереди с Сережей довольно большой кусок тренировки Мы еще сделаем жим штанги, мы сделаем гаг-приседания Но я не хочу затягивать съемку, все-таки формат ограничен Мы очень подробно остановились на жиме ногами и бинтовании коленей Ну, я думаю, что перед тем, как Сережа попрощается с вами Было бы классно, если он рассказал, какие результаты есть за последнее время С прошлого раза и сначала занятия, а потом уже попрощался с вами Сегодняшний мой вес 111 килограмм и 400 грамм Если вы помните, начинал я снижать вес с веса 186 килограмм На сегодняшний день у меня результат минус 76 килограмм жира Вот, наша цель с Юрием сжечь ровно 100 килограмм И поднабрать немножко мышечной массы На этой радостной ноте мы с вами прощаемся, дорогие зрители Ну и хотелось бы добавить, что Сергею не помешала бы ваша поддержка В виде размещения на ваших страницах в социальной сети Ссылки на это видео Так что, если хотите поддержать Сергея, размещайте, оставляйте в комментариях И, конечно, побольше мотивирующих комментариев для Сережи Потому что ему тяжело Все-таки 75 килограмм уже сбросил До следующих встреч Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok